Она была на службе и слышала мою проповедь, и даже не смогла до конца дослушать, ее взорвало сатанинский дух. Она выбегает и на хваду говорит, что ваша проповедь политическая, и вас ждут большие проблемы, и убежала. Мир мирови твоему дару, и церковь твоим священникам, и всем людям твоим. А после этого, буквально через час-два, пришел сотрудник полиции составлять протокол по ее доносу. Архиепископ Виктор – это человек, который, можно сказать так, старой закалки еще. Таких почти нет или вообще нет сейчас. Да, он очень хороший человек. Он, во-первых, богослов, очень милосердный. Очень, действительно, вот он меня еще по молодости, считай, привел к вере. Вот, он настоящий, истинный пастырь. Здесь нет таксы. Это стокота стоит, молитва стокота, свечка стоит стокота. По совести, вот, пожертвовал или не пожертвовал, тебе никто слова против не скажет. Дело-то в том, что я с детства ненавидел большевизм. Я видел, как чекисты, большевики, издевались над моей матерью, отец на фронте погиб, а нас четверо детей, и она больная. И над ней дико издевались. И я дал клятву, можно сказать, отомстить большевизму за то, что я за эти издевательства. И таким образом я пошел, выпросился у Христа не еродивым быть, а именно боевать с большевизмом. Когда-то я жил на Алтае, и у меня жил три с половиной года чудотворец, катакомбник. Я готовился быть тоже еродивым. Однако вижу, что из меня не получается никакого толку. Я однажды открыл литературку, и там оповещалось, что закрывается семинария за неимением аборитета и антифоритета. Владыка Виктор, он с 62-го года дал клятву, что я никогда больше в жизни никаким образом не буду участвовать в строительстве социализма, коммунизма. Это грех большой. Это уже соучастие в строительстве богоборческого царства дьявола на земле. Проходите вонико туда. Которое целью ставит уничтожение веры в Бога и антихристианское царство построит. Но это работать, а учиться-то скрыть-то можно. Ему, конечно, строили разные препоны, местные коммунисты там, но он смог поступить это в 64-м году. И там был как фактически тайный агент от Бога. Вот так мы и живем. Поэтому я шел в семинарию учиться для того, чтобы подковать себя и в открытую ввести борьбу с большевистской ложью. Потому что иначе погибнет Россия. Вообще история церкви у нас происходила таким образом. В 1918 году, это 100 лет назад, коммунисты церковь поставили вне закона, фактически под запрет. После этого начались гонения, притеснения. В 1927 году нашли они предателя внутри церкви, митрополита Сергия Строгородского, который стал фактически как чекистом в Рясе. И у нас получилось так, что этим, которые пошли за Сергием, им стали давать храмы. Стали молиться за коммунистическую власть. Казались молиться за мучеников, за пребывающих в тюрьмах, в изгнании. И вот у нас разделилась церковь на белую и на красную. У церкви белой, у епископов, священников, все монастыри были отняты, все храмы были отняты. Они с нами в основном подвергались преследованиям, сажались в тюрьмы, в лагеря, расстреливались. И еще часть церкви сохранялась за границей. Это русская православная церковь за границей называлась. И вот у нас преемство ведется апостольское от заграничной церкви. Московская патархия вела борьбу с нами все время, отнимала у нас храмы. Они подкупали патриархов восточных, объявляли нас там раскольниками и так далее. Ну, они это умеют делать. Семинар закончил, был в Академии Духовной. Меня исключили, разобрали, что я антибольшевик. Коммунизм, он отказался строить, он был вынужден только так. Заключал договоры с храмами и работал либо сторожем, либо там по дереву что-то делал. И так он по копейкам, он жил каким-то своим трудом. Но Господь его вел, и в 92-м году он был рукоположен от зарубежной церкви дьяконом, а потом священником. И здесь у нас приход славянский на Кубани был с 91-го года еще. И с 92-го года здесь уже у нас был священник и настоятель наш отец Виктор и владыка Виктор. Русского архиепископа Артема. Нет. Вчера скончался. Лукашенко его за высказывания, такие, как у меня, еще службы. А, ну я помню, он был такой. А ведь он в московской патриархии был и критиковал. Дело в том, что в 14-м году, когда они захватили Крым, я в то время был еще в силе, более молодой. И я часто говорил, почти за каждой службой проповедь, ту же самую линию разоблачительную. И особенно вот это Крым, захват беззаконной оккупацию чужой страны. Тогда началась эта вакханалия, пропаганда, и стали какую-то мерзкую клевету по телевизору распространять. Такую ложь, расчеловечивание. И вот он против этого высказался в проповеди. И написал кто-то донос, и вот они проводили проверку. Я говорю, ребята, вы ведь не сами придумали ко мне прийти, закрыть храм мне. Я говорю, что в тот день, когда закроете мне приход, сто человек моих, прихожан, Завтра же будут у дверей в администрацию требовать, дайте нам помещение. Мы зарегистрированы в церковь. И они, да, мы знаем, что народ любит тебя. И среди их администрации, в ихней даже полиции, есть какие приходят и молятся, причащаются у меня. Благословение Господня на вас, того благодатью человека любим, всегда ныне и пресно, и вовесе. Следует сказать, что он всю жизнь посвятил борьбе. У людей какая-то прелесть складывается, что нужно молиться, и вот тебя Бог спасет. Да не спасет Бог, если ты дел не имеешь, если ты любви не имеешь. Если ты видишь, как творится беззаконие, зло, торжествует зло, обман, ложь, если ты это не обличаешь, если ты не борешься с этим, то ты не христианин. Нам внушают, что церковь вне политики – это каверная дьявольская ложь. Когда 19 февраля владыка Виктор служил службу, во время службы он произносил проповедь. Как раз по поводу всего происходившего в прошлом, когда он говорил по поводу настоящих событий, что происходит сейчас с Украиной. Одна женщина, непонятно, кто она такая, прямо посреди проповеди сказала, что у вас будут большие проблемы, и ушла. Я спрашивал, кто-нибудь ее видел когда? Прихожане никто ее не видел никогда, она сюда засланная. Было дело об административном правонарушении, и был штраф 40 тысяч рублей за высказывание против вот этих действий Путина, которые он производит сейчас в Украине. Я на суду говорил исследователям, полицаям, если стоят танки под окнами наши, чужие, значит, мы воюем с врагом-интервентом. Но если наши танки стоят в соседнем государстве, и солдаты наши дико издеваются над народом, захватническую войну ведут, то это проклятая такая война и богом, и людьми. Война наша является великим злом. Вы не боитесь, что вас посадят в тюрьму? Я этого и жду, чтобы или именно меня или убили, или посадили. Тогда мир узнает, заинтересуется, а кто он был. О, да он заранее знал, что будет, и тайны бытия. Куда ж мы смотрели? И тогда будет непременно переворот у нас в России и восстание. Приход занял антивоенную позицию по одной простой причине, потому что эта война, она приведет в конечном итоге к очень печальным событиям всем общемировым. Мы ждем сейчас ядерную войну. В апокалипсисе 12 глава откровения Богослова четыре там трубы проговорили голосами своими, и точно обсказано все действие ядерного взрыва или ядерной войны. И в основе-то лежит опять дьявольская гордыня и одержимость одного старого чекиста по строительству своей какой-то фантастической империи. То, что он делает, он исполняет волю дьявола. Молюсь оба тебе, помилуй меня, прости меня, крышка, я не мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же веденник и неведенник. Мы ведем проповедь, всем людям объясняем, что такое, в чем нужно каяться. Во-первых, нужно каяться в строительстве коммунизма, в том, что состояли в партии, в пионерах, в комсомоле. Ведем проповедь и против пропаганды, которая по телевизору ведется. Репрессий мы, конечно, в какой-то степени опасаемся, конечно же. Но что делать? Мы в той мере, в какой обязаны говорить, мы обязаны, потому что мы больше всего боимся репрессий со стороны Иисуса Христа, которому мы служим. Мы свою жизнь посвятили Ему, мы дали обет служить Ему. Мы христиане, мы в крещении уже во Христа крестились, во Христа должны облечься. И как Христа Он подвергся репрессиям. Его распяли на кресте сумасшедшие, подобные нашим сегодняшним правителям. И, конечно, мы можем кончить так же, как Иисус Христос, когда нас будут распинать и уничтожать, но мы должны быть со Христом, и мы тогда будем подлинно христиане, мы тогда будем с Богом. А иначе мы оторвемся от Бога. Это самое страшное. Тогда нам и жить незачем. Поэтому мы должны делать то, что мы делаем. Субтитры создавал DimaTorzok